Рады вас приветствовать на нашем сегодняшнем утреннем фреше. Для меня сегодня это, можно сказать, впервые выступление, поэтому я вообще не слабо ориентируюсь, где смотреть чат. Сейчас, я думаю, с этим разберусь. И хочу пожелать вам доброго утра, результативного дня. И начать это утро мы с Кириллом предлагаем вам с такой интересной темы, как эксперт. Нужно ли быть экспертом для того, чтобы давать людям информацию? И как быть полезным, если ты еще пока не эксперт? Напишите, пожалуйста, кому откликается эта тема? Кто вообще пришел сегодня на наш утренний фреш для того, чтобы получить ответ на этот вопрос? Кто не случайно получил эту ссылку, зашел посмотреть, о чем там вообще будут ребята, и кто они вообще такие, о чем они будут говорить? А кто вот сегодня целенаправленно? Напишите, пожалуйста, в чате плюсик, чтобы мы поняли, кто пришел целенаправленно. А кто просто так, тоже напишите, зачем пришли, чего ожидаете. Да, друзья, это очень важно, чтобы мы не просто тут были головами, две головы, которые вам что-то тут говорят. Чтобы мы были вам полезны, и нам важно знать, или вам вообще это надо. Мы с собой говорили, или будем все-таки вам что-то делиться каким-то своим опытом. И мы не эксперты, сразу говорю, и я себя никогда не считал ни в какой сфере экспертом, и, наверное, не буду считать. Объясню немножко похоже, почему. Ну, а прежде, пока вы пишете, я воспользуюсь моментом, пока вы ставите плюсики, еще 10 секунд есть. Я представлю вам Олю. Оля у нас сегодня первый раз в качестве спикера. Она тоже прошла со мной школу спикеров. Просто обалденная школа, нестандартный спикер. И мы теперь вдвоем можем с ней вещать, от сообщества, от нашей команды замечательных хитов-четыре. Друзья, Оля имеет огромный просто опыт в сетевом бизнесе, в MLM бизнесе, в интернет-бизнесе. Она замечательный просто человек. У нее больше 9 лет стажа, представляете? Нужно бы это стаж, да? Потому что этот опыт просто колоссальный. И я тоже постоянно перенимаю, постоянно слежу за ней. И это очень творческая личность, очень реально такой обалденный, сильный сценарист. Она настолько крутая у нас, пишет нам такие сценарии и тексты, вы себе не представляете. Реально вот очень классный, позитивный человечек. И в то же время в нем верно сильный лидер. Вот такая, вы знаете, вот такая... Хватит, хватит, Кирилл! Не, ну я говорю просто вот реально, как вот для меня кем-то являешься. То есть я за тобой давно слежу, я знаю ваше классное семейство, я за вами тоже слежу. Юрий, привет, кстати. Вы очень крутая семья, вы вообще молодцы. И пример для подражания. Спасибо большое, Кирилл. Вот это представление. Так только ради этого можно было прийти сегодня на Утренний Крэш. Чтобы послушать, что тебе народ говорит. Ну спасибо большое, очень приятно. Ну, практически могу сказать тоже о тебе. Ну, единственное, насколько я знаю, опыта именно в бизнесе у тебя чуть поменьше. А так, насколько я тоже наблюдаю. Друзья, ну наверняка вы тоже заметили, Кирилл, это мегапозитив, семьянин, бородач, человек, который всегда делится своим опытом. Кстати, по поводу сценариев для наших видеороликов, которые мы все вместе с вами уже реализуем в нашем чате «Диванного монстра», то как раз Кирилл сейчас принимает уже напрямую, непосредственное участие в составлении этих сценариев. Поэтому Кирилл тоже является абсолютным практиком, активным участником нашего сообщества BHP24. И что немаловажно, результативным участником, у которого строится активная команда. И как раз вот сегодня мы поделимся с вами своим опытом. И, конечно, попросим вас, чтобы вы нам давали максимально обратную связь, чтобы у нас был такой интерактив. Мы не просто с Кириллом вышли пообщаться друг с другом, а действительно хочется быть полезными для вас, потому что у каждого из нас был тот этап, когда мы первую неделю начинали заниматься, допустим, бизнесом или в каком-то другом направлении. Потом, допустим, первый месяц, и ты в этот момент думаешь, тебе уже можно делиться информацией, или тебе еще только нужно самому практиковаться, только вот что-то собирать, какую-то информацию. И вот на эту тему мы сегодня с вами поговорим. Скажите, пожалуйста, было ли у вас такое вот, или перед этим давайте мы с вами, кстати, давайте теперь с вами познакомимся. Друзья, кто у нас сегодня на вебинаре? Напишите, пожалуйста, единичку, если вы участник нашего сообщества BHP24. И нолик, если вы просто пришли к нам сегодня в гости, потому что вас тема заинтересовала. Единичку, если вы участник нашего сообщества, и нолик, если вы в гостях. Да, друзья, пока вы пишете, спасибо большое, Оль, что ты представила меня. Я только пытаюсь, мне еще до тебя далеко, тем не менее, я пытаюсь, потому что мы в такой команде единомышленников. На самом деле, очень легко это все делается. Творческий просто потенциал у тебя развивается просто, там, семьюмильно. То есть на простой какой-то работе, там, в каком-то бизнесе, там, еще чем-то, каким-то занятием, там, как правило, притупление идет, да, то есть ты сам должен этим заниматься, и никому не интересно там твоя творческая какая-то там душа твоя или там порыв. А здесь наоборот, здесь как бы сообщество тебя берет, говорит, раскрывайся, раскрывайся, тебя там еще потрусит, да. Вот это мне очень нравится и очень инфонирует в нашем сообществе. Так что я там еще пытаюсь только, где-то там лезу в карабку из-ка вашего уровня, ничего. Да, друзья, ставите, вижу одинички, ставите, есть нолик один, Алексей пришел, есть одинички. Спасибо большое за обратную связь. Друзья, и прежде чем мы начнем, как Оля сказала уже, у нас тема будет эксперт, да, то есть кто такой вообще эксперт? Как вы думаете, вот напишите, пожалуйста, в чате, кто такой эксперт? Кто же это такой, где вообще его можно найти, и что это вообще такое за понятие эксперт? Как вы думаете, вот напишите, пожалуйста, в чате ваше мнение. И мы постепенно с Олей поделимся еще свои тоже мнения. Так, а пока вы пишете, пока вы пишете, мы с Олей, ну, Оль, надо, чтобы кто-то начинал. Ты, может, ты начинаешь или как? Ну, я думала, мы уже начали. Не, я имею в виду, там, может, уже надо рассказывать, там, дальше. У нас какой-то сценарий есть, или мы так просто говорим? Мы сейчас палимся. Нет сценария? Черт. Друзья, у нас никогда нет сценария, мы реально просто говорим, как есть, а в душе, то есть мы приходим с хорошим настроением, поднять его вам, взвеселить вас, и, конечно же, дать какую-то цену. Блин. Для нас является тоже опытом и так далее. Ну, Оль, блин, сегодня просто нас поставили двоих новичков, и нет какого-то старшего спикера, который бы нам говорил, так, говори, так, делай. И мы вот это сидим, такие, ну, давай, короче, надо нам решить, кто первый будет начинать. Как будем решать? Ну, давай, предлагай. Ну, я предлагаю, там, можно камень, ножницы, бумаги собирать, там, и кто выиграет, тот начинает первый. Давай, только скажешь мне, кто выиграл. А, хорошо, давай, давай, на раз-два-три, раз-два-три, ножницы, так, еще раз, давай, раз-два-три. Так, камень, я выиграл, я тебя разбил ножницы, я выиграл. Ну, вот и начинай. Подстава, это подстава. Так, друзья, спасибо большое, пока вы ставите там, мы с Олей развлекаемся, пока вы ставите одинички, есть одинички, и пишите, специалист. Алексей, ну, с одной стороны, все верно, специалист в какой-то сфере, как я понял, вы написали, потому что специалист будет точка. Да, с одной стороны, это человек, который уже имеет опыт, и он его может как-то там где-то внедрять, да, или большой просто багаж, у него уже есть знания. Но я вам скажу немножко другую вещь, почему я не считаю себя экспертом и никогда не буду считать, и вообще вам тоже не советую никем тянуться к этому и быть экспертом. Для меня эксперт вообще это такой человек, ну, давайте перед тем, как начать вообще, давайте я немножко свою историю, такой предвью, расскажу немножко свою историю, и, возможно, вы пойметесь пример, да, моего, например, как я пытался, как я начинал, и что у меня было вот с самого начала, какие сложности у меня возникали. То есть я приведу простой пример своего спорта. Я занимался профессиональным спортом, потратил более шести лет на спорт, и занимался спортивной стрельбой, булевая стрельба. Может, кто-то, кстати, тут тоже спортсмен есть, вы это можете поддержать, поставите там какие-то пятерочки. Так, секундочку, мне пишет, что плохо меня слышно. Я хорошо тебя слышу. Нет, пишет вон Виктор Прозоров, что Кирилл, так плохо тебя слышно, а Ольги прям классно слышно. Что ж такое? Это у всех, может быть, не у всех так? Кстати, Виктор, поздравляю вас с днем рождения. У нас сегодня, насколько я видела, у двух Викторов день рождения. Один из них Виктор Прозоров. Так что желаю вам успехов в том начинании, которое недавно вы для себя выбрали. Виктор, я вас тоже поздравляю, тоже присоединяюсь к Коле и к своему сообществу. Так что, ух, с днем рождения, что день у вас сегодня задался. Так, ну что, ладно. Я постараюсь только ближе к микрофону говорить. Отлично слышно. Спасибо большое, Олег. Спасибо, друзья, что отвечаете. Так вот, насчет моей истории. Я занимался спортом, начинал заниматься спортом. Конечно же, я пришел в никакой спорт. Конечно же, для меня сначала каких-то там никаких высших достижений не было. Просто позаниматься, пострелять, потому что я все-таки был ребенком, подростком. И тут пистолет, можно побахать. Круто, конечно. И потом со временем, когда тренер, он не был экспертом, скажу сразу, но он узкий специалист в своем деле. Он мне давал некие знания, свой опыт. И благодаря этому опыту я развивался. Я хорошо начал развиваться, достаточно быстро. Я, не знаю, может талант какой-то, как говорят некоторые. Я просто целенаправленно и шел к каким-то своим медалькам, к каким-то своим достижениям небольшим. Ну и шел. То есть мне хотелось этого. Хотелось, чтобы меня тоже наградили, чтобы я тоже был какой-то особенный. Ну, то есть это нормально. Это максимализм, это все хорошо. И по мере этого прошло очень много времени. Я начал понимать, что человек, который меня тренирует, он дает мне очень ограниченные знания. То есть он мне дает узкие знания. И дальше я просто не смогу развиваться. То есть реально с этими знаниями я не смогу. Мне надо или где-то черпать извне, или где-то вот в другом месте, или самому что-то пробовать, где-то что-то вот с кем-то общаться. Я начал это тоже делать. Начал общаться с другими спортсменами. И постепенно, постепенно я стал КМСом, потом стал мастером спорта. Началась карьера, начались поездки и так далее. Медали, все просто прекрасно, все супер. И вот как вы думаете? Вот я, например, я не хвастаюсь. То есть я ни в коем случае просто хочу, чтобы вы поняли мою картинку, представили, как я там классный спортсмен, там везде езжу по соревнованиям, то есть занимаю места, там рекорды какие-то бью. То есть все очень круто. И к чему я веду? Сейчас реально очень много людей, особенно тоже среди спортсменов, и особенно тренировок, которые считают себя экспертами. Они там просто говорят, что мы там научим вас, мы там еще что-то дадим вас. Особенно в наше время, особенно сегодня. Очень много людей, которые считаются экспертами, и они дают знания, которые они сами через себя не пропускали. Они не применяли эти знания. И когда-то узнали из вне, узнали или прочитали, или кто-то им дал, или они так думают и так далее. То есть они их не пропускали через себя. И с этим же стыкнулся я. Когда вот с тренерами я общался, я понимаю, что тренер не может мне дать этих знаний. И я начал искать дальше знания. И я изначально постепенно находил их у людей такого же уровня, как я. То есть я с ними общался. Когда я понял, что все, я исчерпал этот момент, мне надо дальше идти. Я начал общаться с мастерами спорта. То есть я начал свыше немножко общаться с контингентом. То есть к чему я веду? Вот эта вот таблица такая вот, да, вот, можно поделить ее условно. Тогда ты новичок, потом ты где-то там специалист, а потом как бы ты типа эксперт. Но эксперт там сложно назвать. То есть если в моем случае эксперт, это был уже там 20-летний заезженный там ЗМС, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, который уже все повидал, уже просто все сделал. Вот это для меня был эксперт. И с такими людьми я очень хотел общаться, очень хотел перенимать и хотел понять, как же они вот работают. И к чему я веду? Что у нас есть вот эта деградация, да, она, это абсолютно нормальные вещи. И все мы есть новичками. И это нормально, когда мы учимся. То есть не надо вам быть экспертами. Вам не надо сразу вставать каким-то супер там пупер. Вы по-любому должны начать, какое бы дело вы не начинали, с чего бы вы не начинали, что бы вы не вели, чем бы вы не занимались. Вы должны быть вот этим новичком сначала. Если вы примете это, если вы будете к этому относиться, как должно быть, вы постепенно сможете набраться этого уровня. И даже если вы уже начали, и вы не знаете, вот как наша тема так и называется, как быть полезным, и вы не знаете, как быть полезным людям, как им донести информацию, как там что-то рассказать им, как их привести, даже в тот же самый бизнес. И вы думаете, блин, надо стать экспертом, а потом буду говорить. Это ошибочно. Потому что есть большое количество людей, которые имеют уровень намного ниже, ниже ли вы. И они им просто, вот им капец, как надо вот вашу информацию. Им надо ваше состояние, ваши страхи, ваши сомнения, ваши ситуации. Они должны где-то их взять. Эксперты им никогда этого не дадут. Эксперты это уже прошли. Они уже по-другому относятся к тому же страху, к тому же переживанию. Понимаете? Я год назад, чтобы мне кто-то сказал год назад, что я буду выступать, буду спикером сообщества. Вы что, люди? Я камеру боялся взять, там, себя снять, понимаете? Но я постепенно, у меня, конечно, был страх, конечно, были переживания. Но как я начал делиться и как я начал делать? Все очень просто. Я не давал людям 10 советов, как снять видео. Я этого не давал. Я брал и делился, откровенно писал, что, друзья, мне страшно, но я взял, у меня рука трусится. Что я сделал? Так, чтобы рука не трусилась, можно какие-то выпить исполнительные, а можно возле дерева встать и там присудить. Вот. То есть я делился этими эмоциями, этими переживаниями. Не будя экспертом. И поверьте, мои знания, они кому-то нужны. Они однозначно кому-то будут нужны. И они будут ценные. И вот для меня эксперт, лично для меня, ну, я не люблю это слово, но тем не менее, эксперт – это человек, который делится своим опытом, очень большим опытом. И при этом этот опыт может применить другой человек. Он может научить этого человека, и у человека будет результат. Вот этот человек может себя называть экспертом. То есть действительно. А если этот человек просто все выучил, супергений, все знает, изучил эту просто от и до нишу или какой-то бизнес, и ни с кем не делится, и нет у него учеников, он никого не научил, он не знает, как на практике применить, или как это передать. то это, наверное, больше какой-то, я даже не знаю, как это назвать, но какой-то больше ученый, который выучил отдельную какую-то нишу, и он там просто плавает. Но это не эксперт. Как по мне, эксперт – это человек, который должен иметь опыт во всем. В передаче знаний, в применении знаний. То есть он должен знать действительно, как это все работает. Абсолютно каждое его слово. И он должен уметь делиться с другими людьми. Вот у меня была такая же ситуация абсолютно в спорте. Абсолютно такая же ситуация была. И я это прошел, и каждый человек это проходит. И мой посыл вам – не надо быть экспертом. Не тянитесь никаким экспертным мнением. Зачем оно вам надо? Вот реально, зачем вам эта экспертность? Будьте самим собой. Просто откровенно, каким вы есть. И делитесь теми переживаниями, эмоциями, состояниями, которые у вас сейчас есть. Делитесь. Они очень нужны другим людям. Поверьте мне. И постепенно вы будете расти. То есть это… Можно еще так взять, например, к примеру, сравнить там двух людей. Может, это быстренько. Оль, сори, я забираю немножко времени. Сравнить двух людей, и один человек будет делиться прям каждый день что-то писать, что-то рассказывать, что он делает, как он делает. На аудитории, на… Среди даже близких, друзей. Он будет постоянно рассказывать, что вот я там сделал то, сделал то, сделал то. А один человек будет суперзнание поглощать, еще больше, еще лучше, качественнее, чем этот первый человек. Но ни с кем делиться не будет. И вот они начинают какое-то свое дело, или бизнес, или даже там видео надо им снять. Как вы думаете, у кого аудитория будет покачественнее, получше и поотзывчивее? Как вы думаете, у первого человека или у второго? Оля, ты как думаешь? Я думаю, у практика будет качественнее. Во-первых, этот практик, он делится с людьми ценностью. И уже есть вот это доверие, уже есть вот эта вот близость, можно сказать, да, вот это чувство уже, то есть свой человек, и он действительно ценную информацию делится. А тот, кто в себя там что-то, он когда выходит, говорит, друзья, я все знаю. Ну, друзья ж его не знают, люди ж не знают, что он там что-то знает. То есть вот очень важно делиться этим всем на пути, от начала и до конца. Не бояться этого. Так, Оля, я уже перевысил свой лимит, у меня там, по-моему, было буквально 5-10 минут, я уже больше ничего говорю, так что ты мою наглую морду затыкай, потому что у меня такая натура, я могу говорить, и говорить не останавливаться. Давай, бородачи вы такие. Да, ну, тебе известно, тебе как никому близко это известно. Да, спасибо тебе за... Ну, я так прям прониклась историей, причем несколькими историями. Всегда, всегда я, лично я люблю слушать опыт, ну, вот, практический опыт, то, что ты сам пережил, с реальными примерами, не то, что там книжки почитал и рассказал, вот, как и ты сейчас говоришь, ты можешь накапливать, накапливать эти знания, но вообще знания имеют свойство устаревать. Ты их пока будешь все изучать, они уже устареют, пока ты успеешь миру их передать. И вот я хочу продолжить, нужно ли быть экспертом или можно начинать быть полезным людям как бы уже на своей стартовой точке. Вот, друзья, вспомните, пожалуйста, было ли у вас такое, когда вы что-то людям рекомендовали, ну, вот, например, пошла я на фитнес, и я же не являюсь фитнес-тренером, но я, так как мне нравится эта атмосфера, так как мне нравятся, может быть, мои первые результаты, или я вдохновилась результатами людей, которых я вижу в окружении, я же могу в этот момент уже кому-то рекомендовать также прийти на фитнес. Или вот вспомните, было ли у вас такое, и было бы классно, если бы вы и пример написали в чате, потому что у каждого сейчас сработает своя аналогия, свои какие-то, ну, вот, воспоминания. Мы сейчас с вами вместе определим, что, возможно, и не надо быть суперэкспертом для того, чтобы нести пользу людям. Бывает, вы купили, допустим, в супермаркете какой-то продукт, вы его попробовали, он вам понравился, вы чувствуете себя после... Ну, поели, и вы чувствуете себя хорошо, и вы можете рекомендовать этот продукт своим близким. Точно так же в бизнес вы пришли, и вам нравится, вам нравится атмосфера, вам нравятся люди. Вам не нужно становиться гиперэкспертом для того, чтобы уже делиться этой информацией с другими людьми. Вот согласны вы с этим? И вот так как у нас небольшая сейчас задержка, я все-таки хочу получить от вас вот эту обратную связь. Было такое, было. Просто мы иногда думаем, что вот в этом направлении для меня это бизнес, тут я должен быть эксперт. Но бизнес — это такая же сфера жизни, как и все остальные. И если мы себе позволяем делиться информацией в фильм, вы не знаете там, ну, лично я не знаю, там большинство актеров я не знаю, я не знаю, где снимался этот фильм. Но вот почему-то он мне или тизер понравился, или я уже сходила, и после этого у меня остались классные впечатления, я рекомендую другим людям. Но я не эксперт в кинематографе. И это нужно понять, что это относится к каждой любой другой сфере. У нас появляются комментарии, было да было. А примеры, друзья? Чего вы? Расскажите, что у вас было? Конечно, я уверена, что у всех такое было. Было бы интересно ваши примеры тоже, что вы предлагали людям, когда вы не были экспертом в этом направлении. Но предлагали и были уверены, что людям это полезно. Потому что я вот помню, когда Кирилл сегодня, как сказал, 9 лет опыта. Боже, у меня 9 лет опыта. Так вот, я помню свое самое первое выступление. И мне тогда нужно было что-то выйти на сцену, рассказать что-то. И у меня, ну, мой наставник тогда, она у меня спросила, ты не боишься выступать? И я вот помню, я абсолютно честно ответила, нет, я не боюсь, потому что я уверена в том, что я сейчас буду говорить. То есть, когда мы не надумываем, ты вот на том этапе, на котором ты находишься, вот эту информацию и передаешь. И тогда тебе не страшно, у тебя нет вот этого страха, что о тебе подумать. Ты уверен в этом направлении. А вторая фишка, это все-таки, если относительно бизнеса, то в чем и преимущество нашего бизнеса, что мы находимся в командном бизнесе. У каждого человека, у нас в команде, у каждого есть наставник. Даже если, ну, где-то связь потерялась с прямым наставником, есть всегда люди, которые готовы тебя поддержать. И вот, когда год назад я стартовала в бизнесе Be Happy, вам нужно определить, в чем вы уверены. Вот, вы уверены в наставнике, вы уверены, допустим, в теме биткоина, или вы уверены в направлении сетевого бизнеса. Ну, где ваша вот эта настоящая уверенность? И я лично, как я поступала год назад, я использовала, у меня есть формула, использую рычаг посильнее. Вот, ты уверен в наставнике? Вот, я могу, у меня нету своего результата. Я, ну, только пришла, ну, как он может у меня быть? Ну, вот только пришел, человек зарегистрировался, в априори его не может быть, у тебя только месяц идет на адаптацию. Но ты в этот момент, ты не можешь сидеть, медитировать и думать, начну через месяц. В этот момент, лично я использую истории людей, либо истории из того направления, в котором я уверена. Допустим, я могу показать статистику развития биткоина. Уверена? Уверена. Это не я придумала, она существует. Я могу использовать рычаг, такой, как результат моего наставника. У него есть результат? Я могу говорить уверенно об этом результате. Не надо ничего придумывать. Нужно давать именно ту информацию, в которой ты уверен. Тут у нас, это правда про наставника, у меня такое было, Виктор говорит. Получал опыт, применял его, делился тем, что работает, и люди так же пробовали, делали и получалось. Делился опытом выздоровления. То есть ты же не врач, но как ты поступил, ты рассказал людям, люди выполнили и тоже выздоровели. Вообще прекрасный пример. И Евгений с нами абсолютно согласен. Спасибо вам за поддержку, друзья. Ну вот я думаю, сейчас мы немножко прояснили ситуацию, нужно ли вообще стараться быть гиперэкспертом для того, чтобы быть полезным людям. Я думаю, сейчас понятно, что главное искренне, уверенно, ничего не преувеличивать. Если ты преувеличиваешь, ты думаешь, а вдруг меня там узнают, что я преувеличиваю. Вот бывает, люди стесняются, типа, вот у меня маленький доход, я вот скажу, что я больше заработал. И потом у тебя тут съеживается, ты такой боишься, а вдруг они узнают. Так лучше правду говори, лучше сказать, что я только начал, но есть у меня такие-то, такие-то наставники, есть у меня в окружении такие друзья, у которых есть эти результаты. Хочешь, понаблюдай за мной год, придешь через год. Хочешь, давай стартовать вместе. И так, ну, так на самом деле проще. Да, Оля, я с тобой полностью согласен. Ты очень круто сейчас говоришь, вот прям вот в точку. Как раз у меня тоже была мысль насчет этого. Как вы думаете, друзья, вот чтобы не было вот такой критики, да, вот когда вы начинаете что-то говорить. У вас, наверное, сто процентов, сто процентов, я уверен, у каждого из вас, в любом начинании, особенно в бизнесе, было такое, что поначалу, когда вы хотите сказать кому-то, что такую-то информацию донести, там, или поговорить с ним, то люди вам воспринимали вас в штыки, там, они говорили, ай, ты занимаешься пигнем, это мошенник какой-то, еще там, что-то там, пирамиды, там, как любят говорить. И реально вас критиковали, вам это было неприятно. А вот знаете почему так? Вот кто хочет узнать, почему так происходит и какое надо использовать одно единственное правило, одно единственное действие. Вот Ольга только что его назвала, чтобы такого не было, чтобы не было такой реакции. Кто хочет узнать, напишите, пожалуйста, в чате хочу. А кто смелый, может написать, какое это правило, как он думает, вот что это, вот что за правило такое надо использовать, чтобы люди не воспринимали вас так. И почему? как вы пишете проходит 10 секунд так ваня ну ваня у нас самый первый самик самый активный было давай ваня даю нет обе не тормливая даю не дай все даю хорошо пока вы будете еще писать не просто интересно очень почитать я не хочу сам собой говорить я хочу с вами участвовать хочу вашу точку зрения услышать и также поделиться своей хочу быть честным с собой и другими александр все верно очень важно не притворяться эксперты не притворяйтесь каким-то кем вы не являетесь будьте самим собой с теми ошибками недостатками будьте самим собой когда вы честны и не притворяйтесь да я вам сейчас на аудиторию говорю что друзья я новичок я спикерстве особенно я новичок ну извините если там что-то лагают туплю там или довольно перебиваю я исправлюсь приходите через год есть справлюсь это так то есть когда вы будете использовать запомнить себя сам всегда не представляете из себя кого таким вы не являетесь не представляете себя эксперт будьте просто с самим собой выходите и говорите и как есть общайтесь с человеком так как есть так как вы хотите как чувствуете и эту искренность это вот диспетка как вы есть этот человек увидит реально это он это оценит он как минимум это оценит что восемь искренне и это очень чувствуется я не знаю как это работает но у нас есть у каждого из вас такие передатчики не чувствуете эти вот эти волны дам это все чувствует эти вибрации то есть когда человек мне врет и меня бывает тоже у вас на тоже такое было как и у меня я общаюсь с чеком и те чувствую что то мне не комфортно что-то вот мне аж не то голова там были что зажимает меня так вот я чувствую что человек он не интересуется вообще мной его суть вообще разговора сводится к одному чтобы я ему там что-то сделал его больше ничего не интересует он все к этому сводит и потом в конце разговора я это понимаю то есть у меня организм почувствовал что вот она что-то не то я сразу начинаю отходить закрываться я сразу отдаляюсь не хочу слушать не хочу делиться когда человек перед мной сидит и открытый веселый я прям сам ему там всю душу выливают и все отлично так почитай быстренько комментарии очень интересно спасибо что отвечаете хочу искренность да 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 вера в себя да евгения то есть когда вы ничего не скрываете вы искренне это вы так как есть то есть вы в себя верите вы себя комфортно чувствуете притягивайте таких же людей согласен через эту причину очень долго хотел да спасибо большое друзья что делитесь с нами это очень и очень круто евгений затронула тему веры в себя и знаете вот но многие люди ждут какого-то толчка со стороны типа кто-то должен сказать что ты уже готов вот спонсор ну что я там уже готов но мне мне уже можно это делать вот мы привыкли там в школе нам говорят все вот твой диплом теперь ты можешь идти устраиваться на работу или на работу ты пришел вот тебе выдали разрешение теперь ты можешь там пойти в отпуск или тебя повысили и вот люди которые на которых еще еще сами не научились что самостоятельно как бы принимать что все я теперь уже сам могу я могу сам выступать я могу сам делиться информации в интернете я могу сам определять но сам себе разрешить вот друзья разрешите себе разрешите вот все можно 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 делиться информацией и возьмите эту ответственность на себя не ждите что вам кто-то должен разрешить вот это и вот эта уверенность в себе когда-то мне помогал такой инструмент как журнал успеха это своеобразное такое как подведение итогов но обычно мы как ставим план и подводим итоги и а вот журнал успеха это подведение итогов без постановки цели то есть вечером перед сном ты заводишь себе тетрадку там можно на 96 листов побольше может вам ее хватит на несколько лет можно месяц ну кто как себя будет хвалить и вечером перед сном открываешь эту тетрадку и пишешь пять пунктов почему ты сегодня молодец вот прям пишите туда сварили борщ пишите написали пост в интернете пишите погуляли с ребенком вы молодец вы считаете себя поможете себя за это похвалить что вы уделили время сегодня и у вас будет постоянно ну вот увеличиваться уверенность в себе вы одну неделю попишите вторую будете писать каждый вечер пять пунктов почему я сегодня молодец через месяц вы откроете тетрадь и просто одну вот поделитесь потом через месяц как вы будете ваши ощущения внутренние как вы себя почувствуете и вот эта тетрадка она вам будет помогать в те моменты когда вы будете думать блин что-то мне давно результата нету что-то я там наверное я не готова сейчас чем-то делиться и потом открываете тетрадь а там написано за неделю вы написали там минимум 25 пунктов почему молодец за месяц вы написали 100 минимум пунктов почему вы молодец и что вам это не дает повода поделиться людям полезной информации конечно же дает поэтому вот эту веру уверенность себя ее тоже можно прокачивать просто мы иногда относимся к себе очень критично и не позволяем можно уже можно друзья все готовы все как бы у каждого есть какой полезной информации поделиться и вот хотела бы чтобы знаете я люблю посмотреть на ситуацию как бы со стороны вот мы с вами все находимся в интернете и у кого-то хочется обучаться а у кого-то не хочется вот видишь он классно выступает красивый заголовок профессиональный ролик и тут выходит какой-то парень в поле и ты почему-то у него решил именно его услышать вот давайте мы сейчас с вами вспомним хотя бы одном одно два таких вот ключевых момента которая вас ну вот привлекает мы видим информацию в интернете одну воспринимаем вторую не воспринимаем почему вы у кого-то хотите учиться а вторую не хотите и мы с кириллом не только своим опытом будем с вами делиться а вот и брать ваш опыт и это нам всем вместе вот поможет составить такую целостную картину что какое одно два ключевых факта влияет на то что вы хотите обучаться у этого человека может быть это экспертность может быть это то что человек практик а может это вообще что-то другое и может вообще давайте посмотрим как она работает напишите в чате пожалуйста что это за один-два вот что первое вам приходит на ум у кого вы хотите обучаться я как бы все-таки обращаю внимание на экспертность но навязывать мнение да ты очень правильно сказал я конечно бы почувствовал с кем бы хотел бы экспертность это хорошо но для меня сейчас очень главную роль играет человек да вот что за человек и какое-то ощущение которое я испытываю с ним находясь вот это мне очень важно то есть хочется реально быть в окружении классных хороших людей вот это мне очень важно что я выбираю поле я бы пошел поле к мужику пообщаться с ним я уверен но тем не менее хорошую классную информацию мы можем узнать тоже от эксперта ты очень правильно сказала то есть чтобы люди поделились потому что иногда люди одну и ту же информацию по разному воспринимают и когда мы общаемся с людьми с этими людьми как бы мы может быть возможно лучше немножко знаем ориентируемся в теме когда мы с ними общаемся они эту информацию могут по-другому воспринимать и дать нам обратный обратную связь которая тоже даст нам некий опыт получается что когда мы делимся с людьми мы не только им даем ценности а мы еще сами обучаемся вот как ты заметил это очень важно делиться и в это время еще обучаться потому что действительно кому-то сказать там что вот солнце ярко светит кто-то скажет ой как печет кто-то смертой как жадко кто-то скажет ой как классно то есть разные вообще восприятия и мы как раз от этого обратной связи учимся тоже обучаемся ну что люди пишут да у нас появились ответы александр горит наличие бороды и залог успеха респект александр вот это я понимаю поддержка солидарность искренность человека наличие результата его улыбка и глаза да практик добрый человек знакомый вот то есть нужно понимать что если ты вчера пришел в интернет начинаешь обучать то людям нужно к тебе присмотреться то есть возможно нужно какое-то время чтобы они начали тебе доверять почему и знакомые с которыми у тебя налажены контакты возможно быстрее среагируют на какие-то предложения искренность открытость и практика ольга говорит ну вот друзья практически наличие бороды вообще побеждает значит привлекает человек не говорит шанслонными фразами искренность видно сразу вот практически никто из вас не пишет о том что человек какой-то эксперт поэтому мы с вами вот можем посмотреть что искренность у нас практически стоит везде на первом месте открытая открытость естественность искренность ну конечно же практика а уже наработка уже выход на какой-то супер уровень это придет это придет как следствие и нормальные люди они тоже это понимают богдан богдан ну это вопрос конечно точно не к тебе если девушка на пускать бороду или аналог ну это конечно чёрный юмор нашего богдана все забываем про бороду все отпускают бороду отпускаем так ну вот значит смотрите теперь давайте конкретно да что конкретно делать ну вот что что как конкретно быть полезны люди быть полезным людям допустим если ты даешь информацию в интернет ты не эксперт и только начал Кирилл хочешь что-то посоветовать конечно очень хочу я прямо сижу руку я просто не видно да Ольга спасибо большое за слово ну на самом деле я сразу вспоминаю вот у меня хороший очень наставник человеку которого я учусь и обучаюсь прямо духовных тоже каких-то навыков перенимаю у него это все и он мне сразу сказал Кирилл у тебя нет результата хочешь ты этого или нет ты только пришел в бизнес и вот что ты можешь сделать я говорю блин ничего не могу сделать я также был как и все я думаю надо подождать пока я стану с результатом пока я стану каким-то там специалистом и буду тогда всем вещать и будет у меня все хорошо нет это заблуждение это неправда и он говорит Кирилл запомни покажи просто вот все новички которые вот действительно к чему-то стремятся они должны показать это стремление покажите что вы хотите чего вы хотите и как вы к этому идете покажите ваше стремление и вот я тогда вот так посидел подумал думаю да действительно я хочу у меня есть цель какая там цель есть хочу полететь в Таиланд отлично да так или хочу полететь на Мальдивы Хорошая цель. Как мне ее вот исполнить? Так, первое, я должен это показать и поделиться с людьми. Друзья, у меня реально есть такая обладательная цель. Я уверен, я дойду, все. Я людям показываю это все. Я просто людям говорю, что я это хочу сделать. Я хочу к этому идти. Я показываю стремление. Я там, получилось у меня немножко что-то. Я говорю, вот, я немножко ближе стал к цели. Не получилось. Ну, сегодня немножко на месте стою. Завтра будет по-любому там шажочек сделать свои цели. Я это показываю стремление. Я показываю развитие. И вот как раз вот этот вот путь очень важен для людей. Вот как пример. И также вот, как я лично, например, использую. Что я лично использую. Очень крутой пример – это тайм-менеджмент. Вот я общаюсь с многими людьми, с многими партнерами. И у меня друзья очень много. Большое количество друзей. Бизнесмена, спортсмена. И некоторые вот меня спрашивают, как ты успеваешь? Ты то делаешь, что ты делаешь? Как ты успеваешь? И я делюсь с людьми тайм-менеджментом. С партнерами тоже. Я просто беру, банально расписываю свой день на бумажке. Показал им. Говорю, вот смотрите, что я сегодня запланировал. Оно у меня, конечно, не всегда получается. То есть это нормально. Но я это показываю все. Через тайм-менеджмент я просто беру это и делаю. Что я хочу сегодня достичь? Сегодня, там, за неделю, за месяц. Я это показываю. И люди смотрят. И плюс я показываю, как я к этому иду. Они это видят. Если я там написал, что я хочу написать пост какой-то, да, вот там в 12 дня. Раз, у меня пост выходит. Я там сижу, у меня, капец, голова кипит. Ну, что, что написать такое там интересное. И вот написал там, что-то мне там вылезло, да, там, народил. Люди видят, ну, действительно, он там написал пост. Я это все показываю. Вот это стремление к своим результатам. Это самый простой способ для вас. Даже тот же тайм-менеджмент. Показать его людям, как вы этим занимаетесь, как вы планируете свой день. Очень крутая штука. Прямо всем рекомендую. Ольга, давай бомби вторую часть. Круто, классно. Действительно, люди любят, знаете, наблюдать шоу за стеклом. Вот почему они так любят вот эти реалити-шоу. И прям смотрят с утра до вечера, все дела убирают, и прям вот им интересно. Несмотря на то, что там это все дело постановочное, а вы можете показывать реально. Это люди любят. Они любят наблюдать за другими людьми. И вы здесь сразу несколько, ну, как, с нескольких сторон, получается, подходите. Во-первых, вы показываете свою открытость. Вы показываете свои цели. Люди, ну, пока они еще наблюдают, они присматривают, ну, как, люди хотят иметь то, что имеете вы, либо они хотят быть похожими на вас. Вот по двум причинам они могут к вам присоединиться. То, что у вас уже есть, или они хотят, ну, то, что вы, возможно, хотите пока получить, или, может, вы сходитесь, ну, как-нибудь по темпераменту. И вот когда вы проводите вот такие живые, ну, пока не трансляции, а, допустим, просто пока говорите, вот это я собираюсь делать, вот это я делаю, вот это я сделал, и вот это я получил. Получается, что как раз вот кто-то в чате писал, что там знакомый человек. Вы таким образом нарабатываете доверие с человеком. Человек наблюдает, реалити-шоу смотрит, вы для него уже становитесь другом, и со временем он созревает, что он тоже хочет присоединиться вместе с вами. Вы встречаете его, потом он говорит, а я про тебя все знаю, где ты живешь, где ты был, все, ну, все про тебя знает, а вы человека видите в первый раз. И вот то, что мне нравится, что мы запустили у нас в сообществе, и приятно, что во что включились сейчас и новички, это проведение онлайн-трансляций. В Фейсбуке, в Инстаграме, ну, кто-то может быть в других социальных сетях, это тоже очень классный инструмент, который доступен абсолютно всем. Кто-то снимает просто, как он гуляет по парку, но это тоже инструмент, когда вы показываете себя обычным человеком. Не просто кто-то там фотографии выставляет, а еще есть люди, которые и своих фотографий в принципе не выставляют и надеются на какой-то результат. То есть там шаблонные какие-то картинки, скачанные с интернета, там нету личности, вас там нету. Чем больше вы открыты, тем больше люди вам доверяют. Чем больше доверяют, ну, соответственно, они легче воспринимают информацию, которую вы даете. Вы людям, как следствие, полезны, ну и все. Ну, все пазлы сошлись. Люди хотят объединяться с теми, кому они доверяют. Вот, поэтому если вы еще не взяли инструмент прямой трансляции, возьмите, попробуйте. Вначале даже хорошо объединяться с кем-то, если тем более у вас нету своего результата. Возьмите, попросите своего наставника выступить вместе с вами, передать опыт. Если возьмете себе серию таких трансляций, не обязательно только с одним наставником проводить эти мероприятия, такие трансляции. Вы можете брать людей, у которых есть уже результаты, которые находятся в вашем окружении. Это будет и полезно людям, это будет и открытость ваша. То есть это то, что люди хотят видеть. Ну и как следствие вы будете получать те результаты, которые вас вдохновляют. В общем, будет всем счастье, вы будете полезны и результативны. Это одно из моих наблюдений, то, которое дает результат. Ну что, потихоньку, я думаю, будем завершать, подводить итоги и переходить уже к практике. То, как можно так знаний накопить и не успеть применить. Да, да, все верно. То есть мы можем прочитать тысячу книг, но если мы не применим хотя бы чуть-чуть знаний, хотя бы процент всех тысяч книг, то это останется просто информация на бумажке. Все верно. Все верно. Еще поделюсь в конце быстренько, вот как мне в спорте, например, помогало расти над собой. Потому что были такие моменты, когда вот ты вот уперся, ты чувствуешь планку, нет развития как бы, да, ты вот уперся. И что мне лично помогало и что отличает чемпионов, настоящих, высоких очень там рангов чемпионов от простых, менее там успешных спортсменов, ну, если про спорт. Вот как вы думаете, что их отличает? Вот напишите, пожалуйста, в чате, что они делают для того, чтобы отставать еще лучше. Как вы думаете? Напишите быстренько в чат, это последний вопрос буквально к вам будет. Потому что я прошел достаточно такую серьезную школу и спорт мне дал очень много чего. Прям очень много чего. Я безумно благодарен ему. И я заметил эту особенность у сильных очень чемпионов. В принципе, вот все равные. Все тренируются у одного тренера. Тренер сборный. Он классный, опытный очень. Все тренируются там в одних условиях. У всех одно оружие, грубо говоря. Одним все полностью одинаково. Температура воздуха там, я не знаю, что там еще. Но вот у одного получается, у другого нет. Что тот делает, на что он обращает внимание, что другие не обращают. Так, что-то начали писать. Упорство, упорство. Да, Олег и Александр, вы в частности правы. Конечно, в целеустремленность. Да, Татьяна. Людей не сдаваться, несмотря ни на что. Да, но не все как бы идут. Все идут. Но как он преодолевает, как он растет над собой, как он стоит лучше, как он это делает. Вот я заметил это реально. И когда начал применять это, когда начал пробовать это, у меня начало получаться. Ну, действительно, я это почувствовал, концентрация, количество попыток. Да, кстати, Ольга, очень хорошее замечание, количество попыток. Вот говорят, если 10 тысяч часов вы потратите на какое-то дело, на изучение какого-то дела, то вы станете экспертом. Не люблю этого слова, но вы не встанете. То есть вы будете все полностью знать. Но это приблизительно, если в день тратить по 10 часов, это получается сколько? Очень много. Четыре года, да? 300. Это, боже, это же сколько надо, сколько надо времени. Короче, грубо говоря, три-четыре года вам как минимум надо, чтобы достичь. Каждонемное действие, количество попыток, много спорт на энергии сферы жизни. Да, вот тут Ваня зацепил правильно. То есть этот человек, кроме того, что занимается спортом, он развивается всесторонне. Это первое. Это очень важно. И он делает те действия, которые другие не делают. Он обращает внимание на его слабые стороны. И он максимально фокусируется на слабых. В том, в чем у него не получается. Как правило, когда мы стыкаемся с чем-то, что у нас не получается, мы его боимся. Мы там все умеем, но прыгать мы не умеем. Бегаем, плаваем, летаем, но прыгать мы не умеем. И мы, как правило, будем избегать этого прыгания. Также вот профессиональный спортсмен, он наоборот свои усилия направляет в прыжки. И он достигает там результата некого. Он начинает учиться и понимать, почему у него там не получается. Почему именно там у него не получается. И пока он там растет, он растет и здесь. Когда он приходит, у него уже другие знания. И он совсем по-другому уже в нем в спорте стреляет. Потому что он научился во всех сферах. У нас, вот у меня вечно пример такой был. У нас есть 4 основных направления в спорте. Я пистолетчик был, стрелял. 4 там направления разные. И всегда тренера говорили, ты не можешь все 4 стрелять. Ну, ты не можешь. Ты можешь или то, или то, или то. То есть выбери себе там, да? Есть скорострельная стрельба, есть там медленная. Ну, не можно все сразу стрелять. Это не совмещается. И меня это засыпляло постоянно. Я думаю, ну как? Почему я не могу? И вот у меня не получалось в одном. Я шел в другое. Я развивал третье. Тут развивал, ко мне не получалось. И в итоге везде я достигал хорошего результата. Во всех четырех. И тренера тоже говорили, ты какой-то универсальный. Слушай, как ты так? Что не так? И это же я заметил у других спортсменов высокого ранга. Они бьют в свои слабые точки. То, что у них не получается, то, что другие боятся, они бьют именно туда. Они идут навстречу, как говорится, самому страху. И они преодолевают, они понимают, почему так происходит. Они там уже вникают в эти процессы. И после этого происходит личный рост. После вот тех многоразовых попыток, многоразовых неудач происходит личный рост. Так что не бойтесь, делайте, идите то, что у вас не получается, в первую очередь. Делайте, тогда вы будете расти. Так, я все. А то забираю эфир для Адреля. Ну, спасибо. Спасибо, Кирилл. Мне очень нравятся твои истории. И судя по обратной связи в чате, людям тоже не откликаются. Друзья, спасибо вам за то, что делитесь вот и своими мыслями. Это очень важно. Не сохранять их в голове, а точно так же можете делиться этими мыслями, и как вы делитесь здесь, так же ими делитесь и в социальных сетях. Будьте открытыми. И смотрите, давайте мы с вами сейчас подведем итог. Скажите, пожалуйста, кто хочет из сегодняшнего нашего утреннего фреша получить максимум пользы? Вот сейчас этот фреш закончится. Мы с вами в разных городах и в разных странах разойдемся. и для кого, кто хочет получить еще и после фреша, так сказать, кто хочет после вкусия оставить и получить какой-то, да, результат? Кто, напишите в чате плюсик, пожалуйста. Кто хочет, ну вот, новый результат? Кто хочет, чтобы этот фреш для вас был максимально полезным? Напишите, пожалуйста, в чате плюсик. Пошли плюсики. Пошли плюсики. Спасибо, друзья. Смотрите, знаете, как это нужно сделать? Нужно прямо сейчас определить, что вы сделаете сегодня из того, что мы сегодня рассказали. Вот то, что вы писали. Может быть, какую-то интересную мысль вы в чате взяли. Может быть, от нас услышали. Вот напишите теперь в чате. Спасибо вам большое за плюсики. Обожаю такой интерактив. Напишите, пожалуйста, сейчас в чате. Может быть, вы свою какую-то мысль поймали. Что сегодня вы добавите к тому, что вы и так планировали сделать? Может быть, ну, не буду подсказывать. Вот что именно сегодня вы уже сделаете? Иван, не будь таким засекреченным. Что ты знаешь, что ты сегодня уже сделаешь? Что именно? Может, мы тоже сделаем? Что уже сегодня вы сделаете? Не бойтесь ставить выше цели, друзья. Никогда не бойтесь. Вот спросите, опять-таки, я в этот спорт лезу, ну уж простите, вот хорошие примеры просто. Спросите олимпийского чемпиона перед стартом. Вот возьмите у него интервью, что он сейчас хочет сделать. Вот он там бежит 100 метров, все знают, болт он. Вот спросите у него, что он хочет. И каждый с восьми там человек, который бежит, каждый из каждых, я хочу пробежать мировой год. Я не хочу ниже, я только в высокую планку, в максимальную планку. И это нормально. Если ты ставишь себе цель, вот как говорят, есть какое правило даже. Если я поставил себе цель, помножь ее на 10. Тогда эта цель кажется одной десятой этой большой цели. То есть это легче намного достигнуть. Всегда так делайте, ставьте выше себе цели максимально и не бойтесь, идите к этому. И тогда очень легко достигать тех вот маленьких, целей. Так, блин, друзья, очень круто. Вообще, спасибо большое, что обратная связь такая идет. Наталья говорит, начну записывать свой YouTube-канал. Иван, по плану прямой эфиры, отзыв от проведенного марафона. Александр, первый пост напишет сегодня. Вот это вообще, скиньте его потом в чат, если он относительно бизнеса. В общем, скиньте, мы вам его вместе по лайкам, поддержим вам. Евгений, поделиться в эфире с людьми в Facebook. Это тоже круто. Это прям круто-круто, если это будет ваш эфир первый. Прописать новые высокие цели. Оля, проведу прямую эфирную тему «Как быть полезным, если я не эксперт». Приглашайте, придем. Придем, обязательно придем, да. Спасибо обязательно. Супер, друзья. Ну, очень приятно было с вами сегодня пообщаться. Кирилл, спасибо тебе большое за совместное проведение. Александр тоже проведет эфир. В общем, сегодня мы проведем множество эфиров на Facebook, передадим людям полезную информацию и, ну, соответственно, приглашаем друг друга, да, чтобы мы также переняли ваш какой-то опыт. Желаю вам, друзья, отличного дня, результативного дня, новых побед. Будьте, будьте открыты, будьте искренни, давайте людям действительно пользу и вы увидите, что это во многих случаях даже полезнее, чем быть супер заученным экспертом. Кирилл, спасибо тебе большое. Очень приятно. Тебе спасибо. Тебе спасибо, Оля, большое. Очень классно. Я прям получил сегодня кайф такой. Надеюсь, вы тоже с ней кайфанули. День начался отлично. День сидим, нам очень важно, чтобы выдавали нам ту обратную связь, потому что иногда такие моменты, особенно у нас, новичков, мы волнуемся, и это чувствуется, и мы думаем, блин, никто ничего не пишет. Все, всем пока. Пока-пока. Ну, они пока не видят, как мы прощаемся, потому что 10 секунд, знаешь. Мы уже попрощались, знаешь, а они еще не попрощались. Можно 10 секунд махать. Все, друзья, все, пока. Очень счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok